В Щубоксарах родилась первая в этом году тройня. Сегодня новорожденных девочек выписали из перинатального центра, что в Новоюжном районе. Первой малышек запечатлела наша съемочная группа. Впервые облачаться в ползунки, распашонку, носочки некомфортно, о чем и оповещает окружающих эта крошка. Трудно понять, кого принесли на одевание первой. Софию, Милану и Валерию только мама различает без бирок. Они родились 26 августа. Каждая с весом чуть больше двух килограммов. Врачам перинатального центра не впервой принимать тройняшек и выхаживать их, но нынешний случай особенный. Если смотреть нашу практику, то встречается примерно через 3-4 года. Но если учитывать, что в году у нас бывает около 8 тысяч родов, то считайте, как редко это случается. Мало того, это такая проблемная вещь, потому что выходить одного ребенка – это проблема, а троих сразу тем более. В мире считается, что лучше тройни, двойни рожать при сроке 36-37 недель, потому что дальше полоцент уже не может обеспечить нормальную жизнедеятельность. А в данном случае еще редкость, потому что она доходила сама, тройни, все девочки абсолютно здоровые. Врачи уже успели провести полное обследование новорожденных. Никакой патологии не обнаружили. Девочки стали активно набирать вес, мама тоже быстро восстановилась после родов. Значит, пора домой. Им рекомендовано также свободное грудное вскармливание, ежедневное купание в вечернее время, ежедневные прогулки, начиная с 10-15 минут и доводя до часа, до двух в хорошую погоду. Какого-то особого лечения для данных деток не требуется. Профилактика рахита, витамин D и хороший уход и спокойная мама. Для того, чтобы мама была спокойной и от нагрузок у нее не пропало молоко, семье необходимы помощники. Помощники есть, есть две бабули. Сказали, будут чередоваться, приходить помогать. Родственников много, надеемся, что справимся, все будет хорошо. Самые главные помощники – папа и старший сын. Диме всего 4 года, но мужчины готовы приложить все усилия в воспитании девочек. Ну, когда я узнал, что у меня будет роня, я был, конечно, в шоке, не ожидал. Ну, что поделаешь, вырасти. Думаю, в будущем вырасти девочек достойными, дать образование, ну, и выпустить в люди, конечно. Кроватки и коляска, пеленки и подгузники. Родные подготовили девочкам все необходимое. А подарки от врачей больницы и администрации Калининского района тоже оказались кстати. Татьяна Ванова, Александр Яковлев, Вести Чебоксары.